Пункт 5.1. Свободная энергия сверхпроводника в теории Гинзбурга-Ландау. Теория Гинзбурга-Ландау является феноменологической теорией. Она была создана в начале 50-х годов, лет за шесть до микроскопической теории сверхпроводимости. И она в то время не получила большого внимания в Западе, потому что в теории Гинзбурга-Ландау существовали некие феноменологические величины, которые не объяснялись, откуда, как они появляются. Но когда в 1956 году была создана микроскопическая теория Вардина Купера-Шрифера, то через пару лет Лев Петрович Горяков из Института диалетической физики показал, что как можно все феноменологические параметры теории Гинзбурга-Ландау получить из беспроскопической теории. То есть он фактически связал поедино две главные теории сверхпроводимости. Ну я считаю, честно говоря, величайшей несправедливостью, что когда выдавали Нобелевскую премию, мы дали его Гинзбургу заслуженно, Абрикосову заслуженно, зачем туда, ну, как говорится, клановой западной науке прицепили в качестве паровоза Легета, Легета, а не Горякова, короче, не договорились. Так вот, когда, значит, Горяков показал, как параметры теории Гинзбурга-Ландау выводятся из микроскопической данной классифическую расшифровку, эта теория получила большое распространение, потому что оказалось, что когда надо решать какие-то конкретные электродинамические задачи, а всё использование сверхпроводников в практике, это их изоэлектродинамические свойства, изоэлектродинамические свойства, то это всё прекрасно рассчитывается именно в рамках теории Гинзбурга-Ландау, а не микроскопической теории. Потому что если начинать стартовать от микроскопической теории, там приходится до получения конкретных результатов делать такую кучу приближений, вообще привыкся, уже непонятно, привыкся. Ну, слишком велика цепочка приближений для получения каких-то ощутимых результатов. Теория Гинзбурга-Ланда оказалась, кроме того, очень неудобно в тех случаях, когда у вас в сверхпроводниках возникает неоднородность. Ну, например, сверхпроводник контактит с обычным металлом, где-то на границе контакта волновая функция, описывающаяся в сверхпроводниках, должна исчезать, потому что мы должны, так сказать, электроны переходить в состояние нормального металла. Значит, она там, на границе исчезает. Или бывают такие ситуации, когда сверхпроводник проникает в магнитное поле. Опять-таки, в этом месте волновая функция ослабевает, становится неоднородной. Или, например, в сверхпроводниках второго года существует смешанное состояние, когда магнитное поле проникает в сверхпроводник в виде таких вихрей, трубочек. Ну, то и трубочек нормальное состояние. Опять-таки, волновая функция в районе этих вихрей тоже неоднородна. И все это лучше всего отписывать в рамках теории Китисбурга-Ландава. На каких принципах она строилась? Ну, первое. Во-первых, значит, Китисбург-Ландава учли, что сверхпроводящее состояние является более упорядоченным, чем нормальное состояние. Сверхпроводящее состояние является более упорядоченным, чем нормальное. И во-вторых, в отсутствии магнитного поля переход в сверхпроводящее состояние идет по второму роду. Поэтому для объяснения сверхпроводимости можно было привлечь теорию фазовых переходов второго рода, разработанную Ландаву еще до Великой Отечественной войны. А как известно, фазовый переход второго рода характеризуется тем, что нижней точкой перехода появляется какая-то новая величина, характеризующая упорядоченную фазу. Эта величина называется параметром порядка. То есть ниже точки фазового перехода есть параметром порядка, выше точки фазового перехода параметром порядка нет. Ну, например, в сверхмагнетике точка фазового перехода температуры пиры, ниже точки перехода намагниченность параметром порядка есть, выше пиры нет. Ну и вот нечто такое, значит, надо было придумать параметром порядка для сверхпроводящего состояния. Ну и в-третьих, поскольку сверхпроводимость имеет очень существенно квантовый характер, то для описания сверхпроводящего перехода необходимо было ввести какую-то волновую функцию сверхпроводящего состояния, характеризующую электроны в сверхпроводнике. И вот Гинсбург и Ландау объединили два подхода этих. Они стали рассматривать волновую функцию сверхпроводящего состояния как параметром порядка, который существует только ниже точки сверхпроводящего перехода. Волновая функция, банковая волновая функция как параметром порядка. Начнём с того, что рассмотрим бесконечный сверхпроводник в отсутствии магнитного поля. Бесконечный сверхпроводник в отсутствии магнитного поля. Тогда сверхпроводящая система будет одноводна в пространстве. Следовательно, если система в пространстве однородна, то волновая функция Пси, которая в общем случае должна зависеть от координаты, в однородном случае от координаты зависеть не будет. раз. И поскольку эта волновая функция, независимая от координаты, является ещё и параметром порядка, то свободную энергию, описывающую сверхпроводящие состояние, можем разложить в ряд по степеням параметра порядка. Поэтому вблизи точки фазового перехода плотность свободной энергии вверхпроводника можем записать так, как плотность свободной энергии нормальной фазы плюс разложение по степеням параметра порядка. квадрат модуля волновой функции квадрат параметра порядка альфа плюс бета давайте, ну, можно ввести коэффициент 1, 2 Си 4 ну и будем считать, что параметры альфа и бета зависят от температуры. мы рассматриваем свободную энергию на конечной температуре. Давайте поищем при каких условиях свободная энергия удовлетворяет условию минимума. вот эти коэффициенты альфа и бета здесь есть некоторые феноменологические параметры, которые мы пока не знаем, но будем считать, что они зависят от температуры и характеризуют автоматериал. волновая функция Пси это в общем случае она комплексна, как полагается в квантовой механике значит волновая функция включает в себя модуль как комплексная величина и фазу то есть в принципе ну здесь разложено по степеням четным степеням модуля параметра продолжения. Давайте проминимизируем свободную энергию по квадрату волновой функции d от Пси в квадрате первая производная должна быть ноль ну и это условие экстремума вообще говоря экстремум то есть может быть точкой этой характеризовать и максимум и минимум а для того чтобы это была точка минимума значит вторая производная должна быть больше нуля условия минимума ну вот берем значит значит эти производные получаем первая производная дает альфу t плюс в квадрате Пси квадрат а на плю вторая производная дает больше нуля значит равновесное значение параметра порядка обозначаемого Пси ноль есть вот из этого уравнения ми минус альфа t или например так но а квадрат модуля волновой функции должен быть величиной положительной значит в области существования в области существования параметров порядка вот этот феноменологический параметр альфа t должен быть за предстателем значит когда температура подходит к точке фазового перехода снизу сверхпроводимость исчезает параметров порядка идет значит альфа в точке t помещается в ц ц обращается в ноль альфа ц ц ноль ну и значит выше температура альфа должно быть отрицательным то есть квадрат модуля там становится отрицательным то есть волновая функция существовать где должна значит условия перехода из сверхпроводящей фазы нормальной фазы это значит обращение температуры параметров альфа и ц ноль давайте воспользуемся этим свойством и проведем разложение вот этих параметров альфа и бета по степеням отклонения от температуры фазового перехода разложим вариант Тейлора по степеням отклонения от температуры фазового перехода значит альфа Те альфа Те ц плюс Т минус Те ц плюс одна вторая Т минус Те ц вкладывая для альфа для Т вторая вторая и вторая и вторая альфа аналогичное возложение для бета бета c c минус p минус p c и давайте для упрощения задачи вот в этом возложении оставим только первый неисчезающий член зависящий от температуры значит альфа tc равняется нулю тогда первый неисчезающий член вот этот а вот этот значит пренебрегает коэффициент бета в теории Геннепурга-Ландраум вообще в теории фазовых переходов берется фактически в точке фазовых переходов разложением с упражечками в плане неисчезающих фазовых ну и тогда фактически вот наш альфа t мы можем записать попросту вот в таком виде a t минус pc d a d альфа d t t t c ну давайте теперь подставим эти выражения выражения в свободную энергию и здесь давайте посмотрим как можно выразить равновесный параметр порядка вот отсюда и наши равновесные значит вот давайте вот это разложение длином и переписываем вот следующим образом fs 0 минус fm 0 0 я ставлю потому что это 0 означает 0 в магнитном поле поле не включено пока значит равняется альфа альфа пси 0 2 плюс бета пополам пси 0 4 смотрим вот это выражение и подставляем туда значит первый альфа на минус альфа бета квадрате бета пополам так минус альфа альфа квадрате ну если все это сосчитать ответ выглядит так значит мы должны писать так ф н минус ф f альфа квадрат 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 бета а три недели тому назад когда мы рассматривали термодинамику сверхпроводников в магнитном поле мы получили такое выражение для сверхпроводников первого рода. Fn, 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 Fn. Разница свободных энергий в плотности из H2, Fn, Fn, Fn. Ну, что нам остается? Нам остается приравнять эти оба результаты. Мы видим, что у нас тогда получается, если мы приравняем эти результаты наши, получается следующий ответ для критического термодинамического поля 4πα² на β. Ну, давайте вспоминаем, что α² так связано с разностичным температуром. Значит, H²Cm, 4πα², T, минус Tc в квадрате на βθc. Ну, ладно, можно еще так записать. Значит, выражение для квадрата поля получено. значит, само поля, как функция температуры, в теории Гирсбурга-Ландау, имеет такую температурную зависимость. критическое термодинамическое поле зависит от температуры в теории Гирсбурга-Ландау. значит, она hCm0, единица, минус T², T²C. На первый взгляд может показаться, что эти температурные зависимости различаются. Но, на самом деле, надо учесть следующее обстоятельство. Вот эта формула в теории Гирсбурга-Ландау, как водится, получена в окрестностях квадратных переходов 2-го года. Но когда температура наблюдения, в строительном грубо говоря, там, на 0,0,5 от точки ТЦ относительно этой температуры, 0,1,0, не больше, а это, говорит, для всего температурного интервала. Встать от 0 до точки ТЦ. Тогда, если учесть, что, вот посмотрим, как эта формула будет выглядеть, когда мы будем работать вблизи самой точки перехода. Единица просто на все равно? Ну, естественно. Единица плюс T ТЦ Единица минус T ТЦ Вот это, поскольку T порядка ТЦ, это, значит, порядка 2 Единица минус T минус ТЦ. Все то, что говорится, получается. То есть, вблизи точки перехода H экспериментальная ЦЛ ВКТ порядка ТЦ на документарь 2H Ц1 Единица минус T минус ТЦ. То есть, теория Генбурга-Вандау дает правильную зависимость от температуры распадающихся экспериментов. Все. Значит, прооднородный сверхуроводник. Мы выцелили все, что можно. Теперь давайте зададимся вопросом. Поместили мы образец в какое-то магнитное поле. Магнитное поле это у краев образца частично проникается в металл у поверхности. Весь будет менять волновую функцию сверхуроводящего состояния. Значит, возникает какая-то координатная зависимость волновой функции сверхуроводящего состояния. Как можно отразить зависимость так сказать, волновой функции от координаты? Ну, в простейшем случае можно предполагать, что волновая функция меняется довольно плавно и отразить изменение волновой функции разложением около однородного равновесного значения. Значит, берём Пси от Р и разлагаем в ряд по Р. Значит, равновесное значение плюс Дельта Р градиент Пси Р в близких точках Р 0 точка Р 0 где-то в глубине сверхуроводника она практически отвечает, так сказать, равновесному значению на Р. Ну, и давайте ограничимся поправкой, связанной с первым членом разложения. Ну, и сейчас, как говорится, попытаюсь воспроизвести аргументацию Гинсбурга, который придумал вот как раз вот эту штуку, связанную с разложением, на что и получил Нобелевский премьер. Вот именно, так сказать, послуга Италия Лазаровича изобретения этого члена. Значит, тогда ясно, что когда мы подставляем разложение свободной энергии квадрата, то там будет возникать некий член, который будет иметь вид вот такая какая-то константа на квадрат градиента. Представляешь квадрат, там будет возникать квадрат градиента. А этот, как говорится, член по своей структуре ясно напоминает что-то вроде кинетической энергии частиц. Дело в том, что в квантовой механике для электрона мы пишем единица на 2m минус h градиент квадрата. Так, кинетическая энергия. Значит, здесь операторы импульса. Ну, давайте будем предполагать, что, во-первых, у нас, значит, здесь тоже есть какие-то сверхопроводящие частицы. И таким образом, когда мы будем записывать, мы будем еще в свободной энергии учитывать кинетическую энергию частиц. но в квантовой механике импульс, когда частица движется в магнитном поле, записывается в обобщенном виде. Напомню, что для электронов, значит, при движении в магнитном поле вот этот импульс меняется на минус и h где? Минус поправочный член заряда электрона на c, на a. Ну, это, значит, оператор импульса. Это оператор импульса. Вот так. Где вектор потенциал, вот этот, связан с микроскопическим магнитным полем h, соотношением h, вот, а раз. Вот это известно в квантовой механике, с помощью такой штуки рассчитывается уровень ландау для поведения электронов в сильном магнитном поле. И вот, значит, Гинсбург пришел к мысли, что, значит, вот эту волновую функцию xr надо рассматривать как эффективную волновую функцию каких-то сверхпроводящих частиц с эффективным зарядом или и с какой-то эффективной массой m. и тогда мы можем добавить к нашей свободной энергии член кинетической энергии, который будет видеть такой же по своей структуре, как кинетическая энергия электрона. то есть надо дописать вот этим нашим разложением еще член, учитывающий неоднородность с той фактически является кинетической энергией сверхпроводящих частиц. то есть надо написать член такой единица на 2 и дальше обобщенный импульс действующий на волновую функцию в силу , кроме полу . что магнитное поле входит вот сюда обобщенный импульс, вы вообще должны учесть еще то обстоятельство, что скажем у поверхности сверхпроводника хотя бы в узкий лондоновский слой на магнитное поле тоже проникает. Оно зависит от координаты значит напряженность магнитного поля при углублении сверхпроводнику мешается но там где в какой-то точке объемно магнитное поле есть надо от магнитного поля добавить вклад в свободную энергию вида h квадрат m на 8π это обычная плотность энергии магнитного поля и вот теперь давайте все члены мы эти соберем и запишем плотность свободной энергии для неоднородного сверхпроводника находящегося в магнитном поле значит окончательно плотность свободной энергии выглядит так плотность энергии нормального состояния плюс вот эти члены отвечающие возложения по параметров порядка плюс член отвечающий неоднородному состоянию неоднородному себе учитывающим плюс вклад в тех местах проникает сверху воде ну вот я записал плотность свободной энергии давайте я еще напишу полную свободную энергию сверхпроводника ну надо просто по объему сверхпроводника проинтегрировать вот это выражение значит это плотность а полная свободная энергия теория Диньсборга-Ландаула будет выглядеть так это результат интегрирования плюс интеграл по объему занимаемому сверхпроводником альфа си квадрат плюс б си четвертый плюс единица на кинетическая энергия вот эта плотность его вот мы с вами получили свободную энергию в теории Диньсборга-Ландаула пункт пять два дифференциальное уравнение Диньсборга-Ландаула мы видим что свободная энергия является функционалом то есть она она зависит от вида волновых функций от вида волновых функций поэтому она функционал и чтобы найти условие которое удовлетворяет условие минимум на функционал надо этот функционал проварьировать по малым вариациям волновых функций волновых функций волновых функций значит надо проварьировать свободную энергию по малым вариациям параметра порядка этого по пси ну и проварьировать по малым вариациям вектор потенциала а вектор а тоже как функция координаты как-то меняется и одновременно сверху поэтому значит надо минимизировать и по виду параметров порядка и по виду вектор потенциала давайте начнем с вариации параметров порядка давайте возьмем комплексную сопряженную волновую путь пси со звездочкой и придадим ей маленькое превращение значит у нас есть волновая функция пси р со звездочкой давайте ей придадим маленькое превращение как изменим вид волновой функции ну это фи ну и давайте поглядим как будут меняться все последовательные члены куда входят пси значит пси квадрат ограничимся значит только поправками и линейными по вариации заменяется так на пси значит результат такой это пси квадрат плюс пси плюс пси 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 в четвертый делаем такие же подстановки ответ выглядит так Пси в четвёртой, два, Пси квадрат по модулю, Пси со звездой, дэнто Пси. Я бы, в принципе, мог писать вторую степень, ну вот ограничить в первую степень. Так, теперь, наконец, куда ещё входит? А вот сюда входит ещё. Мне однородный член. Так, давайте я однородный член. Так, так, минус И, А, градиент. Минус И, А, Пси. Пси квадраты. Расписываем. Значит, первый член. Минус И, А, градиент. Минус И с звездой А на С на Пси. Так, плюс второй член, И, А с звездой, учитываем знак модуля, значит, здесь комплексное сопряжение уже. Её плюс И, Е, А, С, значит, Пси со звездой плюс Энто Пси. Ну что вам осталось? Теорию множек и оставить линейный вклад. Тут кроме линейного вклада ничего не будет. Плюс линейный вклад. Плюс линейный вклад. Ну вот мы варьировали все три члена, входящие в нашу свободную энергию пол. Значит, волновой функции, и, значит, можем записать первую вариацию функционала, первую вариацию, первая вариация функционала, она пропорциональна первой вариации функции, входящей в функционал. Вот пишу первая вариация. Вот здесь я пишу значок, означающий, почему я варьировал. Первая вариация по Пси. Первая вариация свободной энергии есть. Ну давайте я варьировал по объему. Так. Альфа Пси 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 Пси. Пси 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 Пси. Умножить. А вот это будет тебе мираж. Градиент. Он у нас там, вот этот. Градиент. 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 преравнивая первую вариацию функционала, очень легко в нулю добиваемся. Просто все коэффициенты первой вариации, в целом функции, преравнивая. Ну вот у нас, значит, вся закатыка в этом члене. Ну, надо опять-таки вспомнить векторный анализ, чтобы справиться с этим членом. Давайте для некой краткости письма введём пока вот такое обозначение. Вот это всё, что стоит вот в этой скобке, обозначим одной буквой. Давайте просто для краткости обозначим φ. И вспомним такую вещь. Вот, предположим, у нас есть произведение двух величин. Вариация дельта Пси умноженная на величину φ, но она в векторах. Ну, по частям, значит, естественно, это даёт φ на градиент этой вариации плюс дельта Пси умноженная на градиент вот от этой Пси. Ну, и теперь, вот используя это соотношение дифференцирования по частям, мы можем преобразовать вот этот член и вот этот член. Давайте, значит, как это будет. У нас под интегралом фактически стоит, пишу не всю свободную энергию, пишу не кусочек, пишу, значит, следующее выражение. Пси х 2м с заперзой, интеграл по объёму. Так, значит, вот эту величину назвал я φ, умноженная на градиент в варианте. Пользуясь вот этой формулой, преобразуй так. И х 2м с заперзой, интеграл по объёму. Ну, давайте теперь градиентом произведения минус и х ДВ дельта Пси в вариации на производство под этой величиной членов. Зачем мы это сделали? А мы сделали такое преобразование, чтобы теперь вот этот склад от, так сказать, интеграла по объёму по теореме Гаусса преобразовать к интегралу по поверхности, натянутой на этом объёме. По теореме Гаусса можно написать такое соотношение. Интеграл по объёму от градиента каких-то там величин. Мы можем представить в виде интеграла по поверхности, натянутой на объём. Ну, то есть, вместо интегрирования по объёму образца интегрируем по его поверхности. С помощью такого трюка мы избавились от производной на Гаусска Ну, вот если это учесть, то Градиентный член Сейчас я перепишу И потом перепишу Так Так Давайте градиентный член Я напишу Значит Так Напишу условно Градиентный член равен интеграл по объёму 1 на 2m с двойной Ну, вот на эту букву Фи Плюс Пи H2m с двойной И интеграл по поверхности образца Телемен по поверхности И Телемен по поверхности Вот всё Значит, теперь только надо подставить явный вид вот этих членов Фи И в результате мы можем записать уже первую вариацию свободной энергии из блокаландау по волновой функции из блокаландау А скажите ещё раз, как вы получили это? Так Вот у нас там свободной энергии есть вот такой член Мы с помощью, так сказать, его представили как производную от произведения вот этого на Фи Минус, естественно, просто вариацию на произведение Фи На градиент Дальше, значит, вот этот подчёркнутый член Мы убираем производную, переходя к интегрированию по поверхности Куда она просто вообще полетает, но всё остаётся И тогда у нас всё остаётся без градиентов по волновой функции Мы устранили вот тот фактный член, который я подчёркивал волнистый У меня градиент на волновой функции Вот вся цель манипуляции состояла в том, чтобы избавиться Но в результате мы заработали интеграл поверхности после всех этих преобразований Значит, ФС Интеграл по объёму просто Альфа Фи Плюс Бета Фи Плюс Е На 2 М Со звездой Вот этот член сейчас я выписываю Он будет иметь вид Винус И А Е Минус Е С На А Пси квадрат Потому что вот это С Вот это Пси Так Так И Как общий множитель У них всюду Это Вариация Объёмный интеграл Плюс Вот Заработанный У нас интеграл по поверхности Куда мы перегнали Заработанный Производный Параметров Вариация Параметров Заработаем Грешу Трик На То есть первая вариация свободной энергии по параметру порядка состоит из двух вкладов. Объемного интеграла и порядокностного интеграла. Но по условию минимума первая вариация должна равняться нулю. А поскольку вот эта вещь совершенно у нас произвольно, и чем не оговорена, то равенство нулю можно достичь только в том случае, если коэффициент вот перед этой вариацией равняется нулю, и в поверхностном интеграле тоже коэффициент перед этой вариацией равняется нулю. Значит мы отсюда получаем два уравнения. От объемного интеграла у нас выскочит уравнение. То есть вот надо дописать всего этого. Сколько нужно? Альфа Пси Пси квадрат Плюс Пси квадрат m per i h ради плюс g c на a вот это я поровнял нулю объемный интеграл поверхностный интеграл так давайте значит элемент поверхностей ds представим как элемент нормали естественно единичный вектор вдоль нормальной поверхности ds тогда мы объемный поверхностный интеграл запишем так и h выровняем нулю то есть вот мы из условия равенства нулю первой вариации функционала по равенному порядку получили два уравнения первое уравнение нелинейный дифференциальное уравнение смели наша волновая функция или наш параметров порядка описывается нелинейным дифференциальным уравнением вот если бы не было вот этого окF thinkspan было бы линейное дифференциальное уравновение А вот это уравнение. Это фактически гармоничные условия, как мы покажем ниже, на эти дифференциальные уровни. Ну давайте сделаем первый вырыв, потому что нам надо еще варьировать по вектору потенциалу. Так, теперь свободную энергию надо варьировать по вектору потенциалу, который тоже является функцией координаты. Значит, что мы должны делать? Значит, мы вектору потенциалу А, какая-то функция, которую нам, в принципе, надо определить. Надо предать маленькое превращение вето А. Ну начнем сначала, давайте. Где вектор потенциал? В радиентном члене. Минус И, А, Вельта. Так, минус Е, А, Вельта. Так, придали А превращение. Минус И, А, Вельта. Так, ну комплексно сопряженный член. Минус И, А, Вельта. Так, ну комплексно сопряженный угловая функция. Минус И, А, Вельта. Начинаем перемножать скобки, оставляем только линейный член. Последний пропорциональный квадрат у предприятия. Минус И, А, Вельта. Так, минус Е. Минус И, А, Вельта. Так, значит, это так. Так. Плюс или минус? Плюс или минус всё-таки? Плюс, минус. Минус. Так. Ну вот здесь минус, а здесь плюс. Потому что у нас модуль стоял. Модуль. Да, вопрос там плюс, а минус. Так. Вот всё бывает. Ну и первая строчка переносится на вторую, да? Плюс, а там в конце первой плюс, а в начале второй минус. Да ниже, ниже, ещё дальше. Вот тоже только что написали. Так. Пси по модулю это всё в квадрате плюс, а на следующей стреке минус сразу. Пси по модулю. А, ну всё равно. Пси по модулю. Пси по модулю. Пси по модулю. Пси по модулю. Вот, ну, тут легко, видите, в этих членах выделяются вклады линейные по Δ. Но это ещё не всё. Дело в том, что у нас есть член h2 на 8π. А это что такое? Это ротор h2 на 8π. И, значит, надо здесь варьировать. Значит, ротор a в квадрате, меняем так, ротор a плюс Δa в квадрате. Начинаем его списывать. Значит, будет ротор a в квадрате плюс 2 ротор a на ротор от Δa. Ну, ладно. Давайте выпишем теперь наш результат для первой вариации свободной энергии по вектору потенциалу. Вот, пишу индекс a, это вариация по a, значит. Так, сперва вот эти члены. Линейные по а и 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 в Шестовый вклад минус E в звездной 2M в звездной С, Пси комплексно сопряжённое на радиет безкомплексно. Ну и линейные вариации Ваш квадрат на 8π. Так, если там всё подставить, то это будет как? Плюс ротер А на 4π ротер А. И вот здесь возникает та же самая проблема. Первый и второй вклад, они линейны просто. А последний член нехороший, потому что дельта А стоит под знаком ротера, то есть под знаком дифференциала. И надо, значит, опять избавляться от дифференцирования вектора потенциала. Так, ну давайте опять вспоминать любимый векторный анализ. Те, кто преподают электродинамику, где все формулы в голове, я хорошо держу. Вот, явно Евгений Алексеевич его, как мальчо, разбудил, и тебе с холодным. А я всегда бумажку смотрю. Обычно не работаю. Вот здесь в векторном анализе есть такая общая формула на два произвольных вектора А и В. есть В, умноженное на ротер А, минус дивергенция от векторного произведения вот этих вектора А и В. Так, пусть у нас В обозначает это А. А вектором А, значит, у нас это наступает ротер А в большом. Тогда вот этот член, как говорите, мы его выписываем, единиться на 4πdv на ротер А на ротер dA. Значит, что у нас? Значит, эквивалент А на ротер А в Б. Вот что у нас? А на ротер А в Б. Так у нас. Ну, начинаем переписывать по этой формуле. Единица на 4π. Возникнет двойное ротер. Минус единица на 4π. Возникнет двойное ротер А на ротер А на ротер А. и по верху снова. Первый член без изменения. А второй член, минус единица на 4π. И интеграл по поверхности образца dS ротер А умножить в векторную на варианцию dA. Вот этот интеграл берется по поверхности образца. И все величины берутся на поверхности образца. Но на поверхности образца магнитное поле фиксировано, жёстко зажато. И поэтому на поверхности образца, соответственно, вектор потенциал жёстко зажат. И поэтому вариации на поверхности образца дельта А нет. Они есть в интриге, так сказать, какие-то, а на поверхности нет. И поэтому, значит, вот так мы пишем, дельта А на поверхности одно миллион. И поэтому по вот этому интегралу есть равен. Потому что вот интегральная функция... Ну, слава Богу, тут поверхностный интеграл равен. И теперь мы можем выписать просто всю уже окончательно первую вариацию объектового потенциала. Конечно. Интеграл по объёму, давайте здесь мы выпишем общие множители И p, g, i, h, d, x,c, Psi, A, g, i, g, y, g, y, g, d, y, s, x, 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 x. Так, плюс 2e с звездочкой a на 2mc квадрата, давайте скажем, Пси квадрате, плюс единица на 4π роготого роготого a. Вот от магнитного поля плотности d на dA. Опять-таки, повторяем священное слово. Ввиду того, что вариация у нас, маленькая вариация, если сам предвоена, во всех этих случаях должно, значит, первая вариация равняться 0 для условия минимума. Это может быть достигнута только в том случае, если вот скобочка священная, и дельта под интеграл, добавляемся в лю, всё. Выписываем скобочку. Сейчас. Значит, Ihe с звездой 2mc. Так, давайте вот там порядок членов поменяем круглые скобки. Пси со звездой на 2mc, вирус Пси. Так, плюс единица на 4π. Так, плюс единица на 4π. Вирус Пси. Ну вот, мы получили второе уравнение из Бургалангару. Опять-таки оно дифференциальное. Вот. И связано оно с первым уравнением, которое мы получали. И давайте ещё немножко поразуем. Вот, вот стоит такой член. Единица на 4π на ротовый а. Так, значит, пишем, что почвовая разница единица на 4π. А вот это что такое? А это у нас микроскопическое магнитное поле H. А теперь вспоминаем, что вот от микроскопического поля, это связано по уравнению ампера с плотностью тока. С4π на ротовый ампера с плотностью тока. Вот, значит, такое. Итого, значит, выписываю связочку моих двух этих уравнений. Ну, давайте-ка, значит, прежде чем выписывать эту связочку, скажу ещё одно слово. Вот, когда Гильсбург и Ван Дау получили вот эти уравнения, вот это второе уравнение у Ван Дау. Ну, они в своё время думали, что вот эти эффективный заряд со звёздочкой, ну, это заряд и масса сверхгладящих частиц. Ну, и Гильсбург сопоставляет свои уравнения с экспериментом, который был в те годы по глубинам проникновения, ещё по целому порядку эксперимента, который стал в присутствии с уравнениями, начал приходить к выводу, как он пишет в своих воспоминаниях, что Е со звёздочкой очень близко к 2Е. То, скажем, получалось у них экспериментов 1,98, у других экспериментов 2, что-нибудь на 5, но это всё там близко к 2Е. Ну, это зависит от точности эксперимента. Ну, и если обратиться к его воспоминаниям, он сказал, предложил Ван Дау, что надо было списать 2Е вместо заряда. Ну, Ван Дау, человек резкий, он его послал в дальней эротическое путешествие. Так они долгое время, значит, считали, в общем, что-то считали, типа вроде заряда электрода и масса. В настоящее время, после открытия сверхопроводимости экроскопической теории, после открытия Куперовских пар, стало ясно, что Е со звездой – это заряд Куперовской пары 2Е, а масса со звездой, эффективная масса со звездой цвета, подвоенная, вот с электронами. И вот давайте я поставлю вместо этих всех Е со звездочкой, Е со звездочкой, те перифины, которые сейчас известны для Куперовских пар, и тогда система наших двух уголовнений будет записана нами уже в окончательном деле. Окончательное его мнение Кирс Бодаландау. Итак, первое уравнение альфа-пси плюс бета-пси квадрат-пси, и второе уравнение, которое мы можем приписать так. Давайте двойное ротор вектор потенциала вынесем в одну сторону, вспомним, что она равняется 4πс на плотность тока, ну и выпишем стильные члены. Замегули, двойное, пи, пол, пи, пашки, е, м, шею, 1, 2, 3 связанных нелинейных дифференциальных уравнений, из которых надо определять что? Надо определить Пси это две взаимосвязанные величины. Две величины, два уравнения в принципе, как говорится. Это вроде бы всё. Но, конечно, из-за того, что дифференциальные уравнения не линейные, вы знаете, наверно, что в нелинейных дифференциальных уравнениях там помимо линейных решений есть всякие сложные решения типа Салитонов, Бориллеров и ща и ща, то тут, значит, пока не исчерпаемые морде деятельности. Ну, уравнения во многих случаях решаются на машинах, просто раннего, но в некоторых относительно простых случаях их можно решить и аналитическим способом, а мы немножко этим позанимаемся. Так, эти два уравнения получились от объёмных вкладов в вариацию. Ну, теперь ещё у нас есть граничное условие, которое мы получили от поверхностного интеграла в вариацию форм разного порядка. Оно выглядит так. 2ЕС на А на Пси на А. Единичный вектор перпендикуляр поверхности образца. Давайте, попытаемся понять, что означает это граничное условие. Давайте это векторное уравнение спроектируем на нормальную поверхность образца. Значит, все вот эти векторные величины спроектируем на нормальной поверхности образца. Значит, IH, градиент векторов проекции на нормаль, плюс С2ЕЦАМССВСМН. Кроме того, у нас можно получить комплексно-сопряжённое уравнение. Для комплексно-сопряжённой функции оно будет выглядеть так, минус EH, градиент. Берём комплексно-сопряжённую уравненную функцию, плюс 2ЕЦАМССВСМН. Ладно. И давайте смотрим на выражение для плотности тока. Второе уравнение. К чему поведут вот эти граничные условия в применении ко второму уравнению? Давайте вот это второе уравнение тоже векторное, тоже его спроектируем на нормаль к поверхности образца. Так, проектируем плотность тока на нормаль поверхности. Минус EH. Я поделю на коэффициент 4PC. Значит, вот так. Градиент проектируем на поверхности, это значит проекция градиента на нормаль. Пси. Минус Пси. Минус Пси. Градиент проектируем на нормаль. Пси среди здоровья. Так. Минус 2Е квадрат АММЧ. Вектор потенциал тоже спроектировали на нормаль. Что теперь делаем здесь? Вот давайте здесь вот это вот гречи. Вот это. Подставим их значение вот из этих уравнений. Так. Получаем. Минус E на 2M. Пси среди здоровья. С. АМПС. Плюс Пси. Минус 2ЕС. АМПС. АМПС. С. АМПС. С. Так. И вот этот оставшийся член. Минус 2Е квадрат. АМПС. АМПС. Пси квадрат. Все. Вот если взять первый вклад. Все вот это для вымножить. он имеет такой вид. 2Е квадрат. АМПС. С. С. АМПС. С. АМПС. С. Первый флот с плюсом, второй с минусом, равны нуля, чьи, как ноль? Таким образом, требование нуля для поверхностного интеграла в вариации равновой функции просто означает отсутствие тока через поверхность сверхпроводника. Но это условие, вот это отсутствие тока через поверхность сверхпроводника, справедливо, когда наш сверхпроводник находится в вакууме, то есть граничит с вакуумом, или с диэлектриком, в котором нет электронной проводимости, и через них чертон. Если же сверхпроводник граничит с нормальным металлом, в котором есть нормальный электрон, то, вообще говоря, в этом случае надо писать более общие граничные условия для, как сказать, сверхпроводника на поверхности, который рассчитывает переход электрона в металл. Ну, это довольно сложная наука, так что мы ее касаться не будем. Наконец, скажу, что мы будем решать правнение Дмитрия с Борголандау для некоторых простых задач в следующей лекции. Ну, давайте я сделаю так, давайте я сейчас, для того, чтобы нам было удобно решать, приведу уравнение Кинсборга-Ландару к так называемому безразмерному виду, который очень часто используется при решении задачи и особенно часто используется, когда решаются задачи численно, так сказать, по виду где-то разъемному виду. Что для этого я сделаю? Давайте вспомним давайте вспомним решение, которое мы получили для однородного параметра порядка, однородной волновой функции. Значит, для однородной волновой функции мы получили следующее выражение. Симоль в квадрате минус феноменологический параметр альфа делённое на бета. Или, поскольку альфа отрицательное, значит альфа по модулю делить на бета. Введём нормированный параметр порядка. Будем его называть Пси маленькое, а он выделяется так. Вот это Пси большая, параметр порядка, который исходит у нас в основную функцию, поделим на Пси 0. Ну и тогда сейчас мне осталось только выполнить несколько несложных действий. Значит, тогда Пси большое L есть Пси 0, умноженное на Пси маленькое. Или альфа на В это степени 1 на 2 и Си маленькое дало. Вот, подставим вот эту штуку в первую ровни из богорода. Альфа, так, альфа на В это степени 1 на 2 и Си L, плюс В это альфа в степени 2 и 2, В это степени 2 и 2, так, значит, кубический член, плюс гладиантный член, единиц на 4m, альфа в степени 2 и Си маленький член, единиц на 4m. Давайте сделаем вот что. Этот результат подстановки умножим на такой коэффициент. Тогда, значит, учитывая, что, учтём, что альфа, если минус альфа по модулю, мы можем записать следующий ответ. Минус Пси L плюс Пси QL плюс H квадрат 4m альфа градиент плюс 2e С на H а квадрат 7m. ну, так, немножко, так сказать, меньше коэффициентов, по-моему, чуть-чуть и выглядели. Вот здесь ещё стоит такая комбинация мировых констант. 2e на скорость рета на постоянную планку. Значит, её можно преобразовать так. как 2π, π впишем вверху и внизу, и заряд электрода перегоним с номинацией. Оказывается, это есть 2π, а вот всё, что стоит в круглых скобках, это величина квантмагнитного потока. Потом её ещё раз возникнет. Значит, квантмагнитного потока это вот такая мировых констант. Так, ладно. Дальше. Вот такая комбинация h квадрат на 4m α. Давайте, вообще-то она зависит от температуры, потому что α – аноминологическая константа зависит от температуры. Давайте мы её переобозначим как С квадрат, которая, естественно, является функцией температуры. Физический смысл этой величины мы на следующем занятии узнаем. Следовательно, наше уравнение в безразмерном виде, так сказать, в безразмерном виде первое уравнение выявит следующую форму. Кси квадрате и градиент 2i и 0 на а квадратин М . Во второе уравнение в безразмерном виде. Ну второе уравнение сколочное, как же преобразовать второе уравнение, токовое уравнение или ротара, ротара А. Так, смотрим на правую часть этого уравнения, там будет минус, два, пи, пи, а, ш, е в конце. И теперь начинаем переходить безразмерно головой нюансы в это. Теперь Пси маленькая на голове n Пси. Так, и дополнительным членом навешивается 8Пи ве квадрат а вектор потенциал прям С квадрат альфа на бета С квадрат. что здесь делается? Вот эту группу букв и вот эту группу букв объединяют альфа и приписывают следующее МС квадрат на бета то есть я переворачиваю 8Пи Е квадрат на альфа обозначаю лямбда квадрат Т. Как мы увидим на следующем занятии, просто это квадрат глубинных возникновений в теории Каландаву. Поэтому второе уровне Егисбург Каландаву окончательно будет таким 4Пи С на плотность поводящего сока он уже ротово ротово А. так так минус и можно тут подставить за член 4Пи лямбда квадрат в коэффициентах можно повести к такому виду Пси радиен Пси минус Пси радиен комплексного Пси и 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